а приветствую всех на своем канале смотрите как красиво расцвела повторно орхидеечка цвет у нее безумно красивый вот смотрите как красота не писала им сейчас покажу вам чем я ее слегка удобряла ведь на старых цветоносах она опустила боковые ответвления и пошла в рост листочек новый нарастила это я купила реанимашечку но у нее вот какая-то проблемка посидите на листочке попробую увеличить не получается у меня увеличить не подвину поближе видите какая проблемка на этой орхидееке и что-то подъела видите ее нужно обязательно пролить октары на самом растении это ничего не показывает что она там заболела или что вот листочек видите но молодой листик растет хороший цветет лист у нее плотный отличный молодой листик хорошо растет развивается ровненький не скрученный я думаю что это даже может быть я купила в таком состоянии просто не обращала внимание видите это еще в магазине и подсчет но я ее обработаю актарой если бы это у меня случилось тогда бы молодой лист тоже был бы поеженый обычно они развиваются деформированные и скрученные а это другая реанимашечка у меня это купила орхидеечку у нее было две в одном горшке я рассадила и оставила себе один экземпляр посадила в керамзит а второй в кору вот который растет керамзите ей все нравится она доцветает вот наращивает цветоносик вот дальше удлиняется цветочки плотные красивые хочу поближе снять вам показать красоту этого растения это бихлипчик мультифлора чего-то я увлеклась мультифлорами они намного больше дают цветочков и на горшочки они ниже получат не такие высокие очень красиво смотрится это у меня доцветает и распускает новую тярмер новый цветонос выпустил его доцветает постречку прекрасный цветочком плотный цветет еще с нового года сейчас июль месяц он еще хочет продолжить цветение дальше ведь вся прекрасно чувствует корневая в хорошем состоянии а я вам хотела показать чем я удобряю свои растения я купила такой спрейчик и он прекрасно откликается на мои растения я беру просто на цветочки не брызгаю и вот так по листу конечно не в солнечную погоду у меня сейчас с этой стороны у меня получается виноград тут затеняет все и можно обрабатывать когда угодно и вот так слегка но в серединку чтобы не попала влага чтобы не начали портиться мои очаровательные цветочки они какие-то все разные как бабочки какие-то на как крылышки носите так и красиво эти черточки на каждом цветочки все разные а здесь у меня растет тарина бабочка она тоже хорошо себя чувствует листочки плотная но она уже отцвела видите засушила свой цветонос и я буду его обрезать так как он сам засушил засох вот на таком уровне обрежу его цветочки вот последние поле уже такая красивая полосатенькая блока кто смотрит мои видео те видели как она цвела очень красиво сейчас вам хочу рассказать маленький секрет от всех грызущих насекомых которые поедают наши растения самый лучший способ это воспользоваться актарой я вам сегодня и показывать не буду но ее нужно разбавить один пакетик там два грамма полтора литра воды и после того как вы полили свои растения пролить буквально чуть-чуть 50 грамм на одно растение и достаточно она всасывается в само растение листики все поглощают эту яд актары и до вредитель потом поедает листочек даже надкусывает они погибают и таким образом вы избавляетесь от вредителей на ваших цветочках актара побеждает и кусиницы каралатского жука и все сосущие насекомые также воспользуйтесь а сегодня вот это растение которым я заметила эти черные по кусочки я его обработаю просто вот спрей для орхидей листовая жиплая и она немножко как бы убивает поднимает иммунитет растения и само растение начинает восстанавливаться от всех укусов просто беру вот так и по всем листочкам по кругу обрабатываю свое растение перекрутила в другую сторону и здесь также обработала и то есть убиваем два зайца и удобряем и убиваем повышаем иммунитет и тем самым убиваем вредителей так как растение само начинает бороться а сейчас покажу вам маленькое чудо которое у меня росло без корней а сейчас посреди как и пускает корешочки не могу увеличить чего-то не пускает вот поставила я в большую высокую вазу сверху он у меня орхидейка стоит в этой вазе получилось как тепличка на дно поставила керамзит керамзит мокрый кусочек коры большого размера растения вообще не касается на и керамзит мокрый и посмотрите как наращивается корневая система листочек вялый он уже вряд ли возьмет свой тургор примет ну хорошее состояние но корни нарастают хорошо это внутри нарастает молоденький листочек серединки а это башмачок рядышком тоже это у меня реанимашечка попала ко мне в руки в таком состоянии и я решила ее восстановить крайнем случае попытаться а чтобы повысить влажность вокруг растения вот смотрите я поставил стаканчик налила воды и стаканчик стаканчик здесь закрытая система растет керамзите тоже это орхидеечка себя прекрасно чувствует и таким образом моя орхидея получает в жару хоть какую-то дополнительную освежающую процедуру вот влажность воздуха вокруг орхидеи очень хорошо себя показывают таком или можно поставить баночки с водой так рядышком чтобы орхидейка тоже влагу какую-то брала нужно не только питается влагой то что мы поливаем она из воздуха берет влагу такие у меня новости на сегодняшний день на этом окне у меня тоже стоят орхидейки разные вот смотрите это орхидейка отсушила свои листочки но это ничего страшно ведь она отсушивает его с серединки с концов если бы она отсушивалась отсюда тогда эта проблемка а так как листочек с концов отсушивается естественно напоедает свой листочек и будет расти тем временем молодой листочку не все хорошо у меня здесь растут два растения в одном горшочке у этой орхидейки все хорошо смотрите какие корни воздушные красивые это дверь анимашечки на водной системе вот наращивают корневую систему ведь и сколько корешочек если интересно пишите в комментариях я буду показывать подробное видео здесь минечка вот начинает цвести это бабочка а вот расцвела красавица какая не могу резкость установить как она называется сейчас посмотрю лола лола это орхидейка это тоже у меня кадис реанимашечка это очень красивая черная а вот пустила орхидейка детку потому что у нее последний цветонос был листочки роста и вот она пустила детку я все-таки думала она пустит листочек в серединке нет она пустила детку ну пусть растет у нее все хорошо все замечательно здесь у меня цимбидиум растет очень огромный тоже листочки старые начинают отсыхать молоденькие изнутри прорастают он хорошо себя чувствует за ним уход легкий вот ведь она вырастут место немножко маловато надо его перестать другую я его как ухаживаю вот так он стоит у меня в горшке горшок горшок просто взяла чашку с водой и вот так сверху полила раз в недельку и все больше ему ничего не делаю не удобряю ничего он свел очень красивым пахучий ароматный сказочный кому нужны подробности пишите в комментариях задавайте вопросы сниму отдельное видео покажу расскажу как что за ним ухаживать от этой жары все растения страдают до невозможности но как-то надо придумывать помогать им вот я могу вынести их на улицу и делаю иногда это вношу свои орхидейки на улицу у меня здесь виноград там тенечек и я ставлю свои орхидейки на улице они прекрасно себя чувствуют тоже если кому интересно я сниму видео покажу как они у меня находится на улице в летний период времени а на сегодня буду заканчивать свои видео всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки всем удачи всем пока всего вам доброго